Ой, после непродолжительного перерыва возвращаемся на вторую карту NIP против GoCent. Первая была умопомрачительно долгой, я состарился, наверное, за время второй карты. Вот, состарились игроки, состарились зрители, все состарились, все стали немножечко старше, вот. Но, хорошо, что мы все-таки прошли этот этап и возвращаемся в этот матч его продолжения. Магнуса подбанили, герой, который затянул игру настолько сильно, вот, из-за того, что, ну, NIP вроде бы как играли хорошо в мидгейме, но из-за того, что Джиггернаут под Магнусом слишком быстро фармил, вот эти все действия, они практически ни к чему не приводили. То есть, фарм, 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 все фармят. Всех все устраивает. Сейчас этого героя на карте не будет. Сейчас у команды GodSend. Пятерка Вич Доктор, четверка Шадоу Демон, Кэрри Войт, тройка Кентавр. И ласт пик на мид у них будет... Ну, будет Тинни, скорее всего, они... Тинни сами себе не забанят сейчас, просто забанят какого-нибудь... Кстати, что это за герои? Гирокоптер Кэрри. А, Лишрак в бане, ДП в бане, Квапа в бане... Эмбера... Если пикать Тинни... Сложно сказать. Ну, можно опять подбанить ОД. ОД, как всегда, хорош. Здесь в комбинации с героями Нипа против героев GodSend. Но как-то ОД не популярен в европейских квалах, не знаю, как там в других регионах. Баня Тимбера и пикают Тинни, видимо. Понятно. Ну, тут я сказал. Тут мне нравится ОД. Тут, в принципе, неплох. Какой-нибудь... Эмбер Спирит, Шторм Спирит... Что-нибудь... Квас Векс Инвокер. Квас Векс Инвокер, кстати, неплох. Любое из этого можно выбрать и вполне уверенно себя чувствовать. Аплодисмент... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Драфты сделаны, господа... Драфтов больше нет, как говорится... Рубик плюс Сент-Кинг... Дабла на сложной линии... Гирокоптер плюс Элдер Титан... Дабла на легкой... Соло... А, нет, стоп, Гирокоптер в миде... И соло-мид Бладсикер... Посмотрим, чем это кончится... В принципе, драфт играбельный у одной и у другой команды... Тут нет такого, как на предыдущих картах... Я бы сказал, что тут 50 на 50 все... То есть у меня... В моем понимании там на линиях нет какого-то преимущества ни у одной, ни у другой команды... Вои, Твич, Доктор, скорее всего, будут фармить... Так же, как и... Кентавр с Шедоу Демоном и в противоположной... Команде там... Бладсикер... Тоже, скорее всего, будет фармить... То есть вряд ли будет какой-то прям... Слишком какой-то разгром по линиям... Ожидая приблизительно одинаковой игры... Вот, но... Смотрите, в чем смысл... Бладсикер будет стоять в боте с Титаном... Там против них Шедоу Демон Кентавр... В принципе, как-то... Харасить этих героев можно... И разгонять Бладсикер... Вроде тоже можно... Гирокоптер в центре... Против Тини... Он тоже наверняка будет его очень-очень сильно продавливать... При помощи баража и ракет... И у Тини тоже, скорее всего, хитпоинты будут неполные... В топе Сэнд Кинг... Сэнд Кинг плюс Рубик... Тоже, кстати, такая линия... Не самая слабая... Вот, и получается, что... Бладсикер будет... Ну, во всяком случае, у Бладсикера... Достаточно высокие шансы получить очень мощный баф... За счет своей пассивки... И за счет того, что все три линии у команды Найпи агрессивные... Вот, и этот Бладсикер... Он может, конечно, порезать здесь... Вот, поэтому тут... Дайер следует быть предельно осторожными... То есть, понимать, что если они идут в какой-то размен на одной из линий... То есть, допустим, на центры... Там Тинни лезет под вышку на топе... Там пытаются убить Сэнд Кинга в песках... Как-то там, я не знаю как... Там под Маледикт, допустим, каски... Да, там, если у него неполный запас хп... Вы там поставили центры... Вливаете в него дамаг... Хотите его убить... Коцаетесь от песков... Получаете стан... Еще тоже коцаетесь... Ну, допустим, даже если вы этого Сэнд Кинга убьете... То в боте Блотикер, он же там просто всех может порезать... Вот, то есть, это обязательно нужно принимать во внимание... В противном случае это плохо кончится... Так... Два по два... Два по два... Продолжение следует... В топ у нас телепортируется Вич Доктор... В итоге, для того, чтобы помочь немного Чарли здесь стоять... У Сэнд Кинга есть центри вард для того, чтобы девардить вражеский вижен... И вот у Вич Доктора два центри варда... Бивер готов биться с Ксибе... Мы видим, как Гуннер разбивает вард на центре... Ставит Сентрик один Ксибе на сильный спот... Для того, чтобы Сэнд Кинг туда или Рубик не пулили просто... Это, кстати, довольно важно... Потому что, если Юниверс будет песком постоянно пушить линию и... При этом Рубик будет периодически отпуливать... То Чарли вместе с Ксибе... Опа, дотка подвисла... То Чабе вместе... Чабе... Чабе это, видимо, сын Ксибы и Чарли... Ксибы и Чарли, конечно же... Будут получать намного меньше экспы и золота... Вот если там постоянно пулы будут какие-то совершаться... Так... ЕГМ пытается отпулить Крипчиков... Главное, не стакать здесь... Потому что ППД может с Астрал Спиритом очень много урона набрать сейчас... Провел немного... Так, в мид... Телепортация... Здесь был тос, видимо, от Чесси... И Гуннер может умереть еще раз... Прожимает Фейрифайр... Есть у него фласка... Предметы не выкладывает... Еще раз уворачивается от Шедоу Пойзона... И тащит себе еще ресурсы... Так, Блотикер пока качается очень-очень бодренько... В боте Кентавр... Вместе с... Шедоу Демоном... Вообще фарма никакого не получают... В отличие от Сенткинга... Который в топе качается весьма и весьма... Хорошо... Немножечко так тыкает Скиттер в... Коня... Коню, конечно, не по кайфу... Но... Пассивочка-то заряжается... То есть, если там где-то... Скиттер без ХП останется в какой-то момент... То есть, там, допустим, у него только процентов 70 будет... Проспамит его, допустим, ЕГМ с... Манго... Вот... Восстановить здоровье он не успеет при помощи Блот Рейджа... Да, у него нет... Ну, фласка есть... Но, допустим, там он не успеет ее приложить... Или не успеет ее использовать... Дизрапшн... Кетчер Стан... И с такой заряженной пассивкой Блотикера можно будет убить... Так что нужно быть немножко поосторожней... Размен по ХП пошел в топе... Бивер под Маледиктом... Велика вероятность, что он отдаст ФБ сейчас... Надо копнуть... Возможно, Юниверсу... А, у Юниверса нет подкопа, извините, пожалуйста... И ФБ достается к Сибе... Уходит в пески Юниверс... Понимает, что здесь стоит Сентри Вард... Каска еще в него так неудачно отлетает... Если... А, еще и Стан прокает... Боже, какое невезение... Таймволк и Юниверс умрет, похоже... Нет, Стан больше не прокает... Фласка... Фласка сбива... Боже мой, какой провал... Фласка сбивается... И... Еще и убивают Сенткинга при этом... Прям совсем все... Очень плачевно... А Вичдоктор, кстати говоря... Вичдоктор... Очень много денежек заработал... Там зарядился... Бладсикер... Приисполнился, так сказать, своей пассивой... Кстати... Не качает Бладрэйдж... Это что, не склик? Или он специально его не качает, чтобы стики не заряжать? Не знаю... Не знаю... Кстати говоря... То есть, ну... С Бладрэйджем-то ты... Да, заряжаешь стики... Но ты при этом отхиливаешься... Это же круто... Тут пока скиттеру это не особо нужно... У него еще 7 стиков есть у самого... На хосте ЕГМ приходит в бот... Сейчас сюда подойдет еще и... Элдер Титан... Элдер Титан не забывает... Тут... А, что он тут не забывает? Он просто чуть-чуть сагрил крипов... Видимо, сплитом... По ним провел... На втором уровне стомп... У... Элдер Титана... Бладрэйдж от скиттера... Ну и продолжается кач на лайне... Обыкновенный, спокойный кач... А, фласочку прижимает Чесси... Так, скиттер... Забирает паунтируну... Бивер тоже забирает... 2-2 по рунам... Кезу... Одну ворует... Но... Он проигрывает левел... Целый левел сейчас Бладдсикеру... Это... Довольно серьезно... Не особо... Не особо пока... Получается этого Бладдсикера... Поднапрячу команды в топе... Сэнд Кинг вместе с Рубиком... Терпят от... Фейслос Вайда... Плохой подкоп от Юниверса... Он встает в пески... Ставится сэнд Ревард... Рубик в очередной раз умирает... Сейчас еще и Юниверсу тут надают... По рогам... В мид выходят снова... Игроки команды Гатсент... Но здесь 6 уровень у Гуннера... Гуннер... Получает дисрапшн... На нем 2 стака яда... Уже 3 стака... Яд 2 уровня должен быть... Если 4-й поймает... То умрет... Ох... Так он не умир... Нет, 4-й ловит и умирает... Молодой... И кажется... ППД тоже должны забрать... 2 стака яда на нем... ЕГМ делает фраг... Скиттер, конечно, очень сильно разогнался... Блодрейдж не качает по-прежнему... Блодрейд берет в 2... В 3... Там чистый урон, кстати... 225 чистого урона... На линии... Знаете ли, это немало... 225 урона примерно наносят... Стандартный нюк 4-го уровня... То есть там... С учетом того, что урон магический... 25% стандартное сопротивление магии... У героев... Вот Платикера, кстати, 27... А, и у Герокоптера 27... Я как-то пропустил этот момент... Раньше всегда было 25... Ну, 27... Ладно... 27 магическое сопротивление... Вот... И получается, что там... Около 30% пропадает... Чуть поменьше... Вот, и там... 225 там... Ну, плюс-минус, да... То есть там... Чуть побольше... Чуть поменьше... Вот, и... На 4-м уровне... Блодрейд... Блодрейд получается 275... То есть... Ну... Порядочно... В чем это в АОЕ... И... Будет очень больно... Там пытаются задавить за... Фейслес воидом... Каски... Маледикт... Дизрапшн... Кетчер... Пошел яд... Кулдаун... Есть... Таймдилейшн... И... Гуннер погибает... Ну, он прям совсем себе тут позволил какую-то... Откровенную... Откровенное хамство... По отношению к сопернику... В игровом смысле, естественно... Не в реальном... Сюда еще и... Блодтикер телепортировался за... Чем-то... Непонятно зачем... Ну, бот идет Сэндкинг... Свапают линии... У Сэндкинга уровень 4... Но он здесь Кентавра особо ощущать не будет... По... Тому, что... Он просто в списки встанет и... И все... Так, Скитеру плохо... Он под Маледиктом... Надо жать Стики... Стики нажимает... Маледикт в итоге не будет так сильно дамажить... Хроносфера... Отличный Блодрайт, кстати... Но ППД должны забрать еще ультимейт от Кентавра... ППД готов стомп кастовать, но... Да, кастовать он его не успевает... Приходит сюда Гуннер с... Ультимейтом Ракетой... Поставил ее в Ксиба... Но здесь... Бессмысленно уже... Кулаками махать драка закончилась... Какие-то такие невнятные действия... Что от одной, что от другой команды... Ну, ладно... Не то чтобы невнятные... Просто... У Радиент ведь достаточно мощный пик... То есть они же прилетели сюда... Вот с Гирокоптером... С Колданом... Со всеми вот этими крутыми нюками... Бладсикер еще сюда перетянулся... И... Вероятность того, что они сделают фраги... Ну, вообще была достаточно высокой... Да, и после этого, может быть, как-то на вышку там насядут... Переместят при этом Сэн Кинга в бот... Сэн Кинг в боте себя будет чувствовать вообще мега кайфово... Убьют того же самого Вайда... В Вайду придется потратить телепорт... Ну, то есть, там... Ну, там, не знаю, в бот или в топ... В топе ему, в общем-то, нечего было бы делать... Он бы ушел бы оттуда элементарно... Вот, если бы его там в топе бы забрали... Вот, и НИП быстренько бы с вышкой разобрались... А так получилось, что они пришли... Фрагов никаких не сделали... Позволили Вайду реализовать хроносферу... Ну, и получилось все как бы так... Немножко неудачно... Но в конце концов мы видим то, что на девятой с половиной минуте... Все равно эта вышка упала... Пространство это... Могут использовать НИП для того, чтобы тут фармить... Опа... Скидер... Нашел Чарли... Делал тычку... Вторую... Рубтуру давать не хочет... Рубтура пошла... Таймволк... Чарли делает ТП-аут... Но делает ТП-аут опрометчиво... Потому что попадает под стомп... Пытается... Как-то помочь здесь Чесси... Таймделейшн... Хватает урона для того, чтобы Вайда забрать... Скитер выживает... Делает ТП-аут... Прокаст еще у Тини не настолько мощный... Чтобы... Убить... Одного из вражеских героев... Поэтому подсейвить Фастлс Войда здесь... Особо не получилось... Ну да, и обидно то, что Войд еще и телепортацию потратил... То есть ему сейчас до топа нужно... Пешочком бежать... Хотя он, наверное, и так бы... ТТ-2 вышки бежал бы пешочком... Если бы... Только тут не было бы две пачки крипов... Сейчас вот эти крипы умрут и... Сюда телепортацию делать было бы, мне кажется... Совершенно не обязательно... Лучше пробежаться пешком... Но вообще Войд бежит в бот... В принципе бежит в бот... С первым темп Волком... Который очень долго кэдэшится... Он быстро в бот прибежать не сможет... Тут у нас игроки Гатсэнд пытаются... Разрушить вышку с катапультой, которая приехала... Кезу впитывает... У него есть Худ оф Дефайнс... То есть у него какой-никакой хп реген имеется... Но... Мне кажется, что и наипа пытаются как-то эту вышку сохранить... Потому что... Ну... Ну нет, один бивер тут не справится, конечно, никак... Маледикт... Воруется бивером... Но он просто умрет от варда... Ксиба... Прожимает стики... Что там по шрайну? Шрайна нет, всё... До свидания, бивер... И вышка действительно падает... Её можно было бы задефать... Если бы сюда изначально как-то и наипы переместились... И... Смогли бы... Занять хорошую позицию... Прежде чем соперник начал бы эту вышку бить... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прокаст пошел в Юниверса Умрет он здесь Не получилось за эпицентр сделать фраг у него Гуннер пришел на помощь ЕГМ делает телепортацию Получается Томп умирает Это размен четверки на тройку Причем Кстати у ЕГМа был стрик И его забрал Скиттер Этот стрик судя по всему Бладрэйт Бладрэйт вообще Скиттер не качает Обратите внимание Даже в единичку Впервые вижу вообще подобную раскачку на Бладсикере Признаться откровенно Добавил субтитры сделал DimaTorzok Кентавр пробегает мимо Сейчас его может Бивер подцепить Рубтура Драмы Телекинез откинули Подрубается Пайп Но урон чистый И от Рубтуры И от Бладрэйта Поэтому Пайп особо не спасает Сэнд Кинг Покупает Блинк Дайкер себе Не стал рашить Вейл в Дискорд Казалось бы, такой хороший предмет для Сэнд Кинга Но, видимо, у Юниверса просто был не самый удачный старт Для того, чтобы рашить Вейл Лучше все-таки купить Блинк и инициировать Подумал он Пятнадцатая минута Баунти Ксибы В позиции Готов кидать каски Маледикт Вард Ставит Апсервер Вард Который в ближайшее время должен быть раздеваржен Командой Найпи А, в боте Кентавр Качается Ну, пока Нетворсы чуть-чуть побольше у игроков Найпи У соответствующих кор героев, я имею ввиду Но Эта разница в Нетворсах, она крайне несущественна То есть она вообще не является каким-либо показателем Доминации одной или другой команды При текущих пиках То есть, в принципе, если Дайер хорошо скастует кнопки Они вообще без проблем тимфайт выиграют То же самое можем сказать и про Рейдинг Если Юниверс с Блинка Да я даже не говорю про Эпицентр То есть он просто ворвется с Блинка Под Коп, Бладрайд, Кулдаун И все там Просто все умрут Так что И одной и другой команде нужно быть предельно осторожными Происходит трейд вышек в данный момент Гацены будут пытаться забирать вышку в боте с катапультой И через Ретлеев кентавр Это достаточно легко сделать Странно, что вышку не переагривают В принципе В топе Тавер свой Найпи быстрее забрали Чем Гацент в боте свой Но телепортироваться сюда уже было достаточно опасно Потому что позиция у Дайер занята героями И любая телепортация на Шрайн или на Т2 Скорее всего каралась бы моментально фактически И жестоко А телепортироваться на Т3 и на Т2 на центре Просто нецелесообразно Потому что ты пока до этой Т2 добежишь Вышка уже упадет Чарли в смолке вместе со своей командой Видят Найпи сейчас как вид Никто не пушит Выходит Кезу Начинает Крипчиков здесь Рубить Справляется с ними Рубить Линза у Рубика Хороший предмет Для того чтобы с большего расстояния Можно было воровать способность Да и вообще на самом-то деле Все его три основных способности Да Это Телекинез Фейтболт И Спеллстил Они Как раз вот зависят от линзы И линзы усиливаются Поэтому Линзу Рубику всегда приятно купить А еще четвертую способность Которую ты воруешь Тоже можно Применить при помощи линзы Как правило это таргет Какие-то способности Ну очень часто это таргет Какие-то способности Во всяком случае В данной игре И поэтому Или там Поинт таргет Или юнит таргет Так О Сипы Здравствуйте Подкоп ракета Пески Ну поторопились Многовато Скиллов скастовали Можно было бы прыгнуть дальше Кого-нибудь убить 30 секунд В четвером Сейчас будут находиться На карте Дайер И Можно попытаться Хотя бы эту вышку забрать Воет вообще у нас Стрейфуется в вод Для того чтобы попармить Пошел Рапчер по кизу О Просто прекрасная Актосфера Выкупается Моментальный Элдор Титан Должны будут убить Сейчас гирокоптера Но Врывается с эпицентром Юниверс Наносит неплохой дэмэдж По Чарли Правда тот использует Таймбул Постанавливает часть здоровья Бивер под таймдилейшеном Ничего не может Противопоставить Чарли Умирает В итоге Ну что ж И Прекрасно На контр-инициации Смогли Вот Дайер Сыграть здесь Отличная Хроносфера от Чарли Подцепили еще Титана Который после выкупа Погибает Сразу становится понятно Что где-то в этой точке Находится вард Так Кентавр кажется Блинк купил Блинк и Глимер Кейп Тут у ЕГМа Предметы просто Просто отличные Странно что ЕГМ решил не Превращать арканы в линзу Вроде как для шедоу демона Линзы это предмет тоже Просто максимально Полезный Предельно нужный Пока нет Хроносферы Решили НИП Проконтролить руны На вражеской территории Одну во всяком случае Проконтролили В боте не стали Телепортироваться Как-то раздельно Бороться За баунти Вот И продолжают качаться Так Блэкинг Бар У Герокоптера Не за горами Еще немножко пофармить И Блэкинг Бар Себе сможет позволить Тут у нас залетают Предметы для Остальных игроков Команды Гатсент Как-то там курьера Не переюзали нормально Книжка для ЕГМа Глимер Кейп Там всякие еще Ну Митрилхаммер Чарли Особо сейчас не нужен У него пока Блэкинг Бара нет Но стикет он уже выложил Конечно Видимо для того Чтобы у Митрилхаммер Доехал Вот Команда не переюзала Ему курьера Приходит Вич-Дофтор Помочь немножечко касками С фармом Эншентов Чарли Разбирается с этими Эншентами Но до Блэкинг Бара Ему реально вот прям Чуть-чуть остается Кто будет сильнее На Блэкинг Барах Давайте прикинем Скиттер БКБ не купит Он Радиант Собирается делать Гирокоптер БКБ купит Вот Гирокоптер купит БКБ И Воид купит БКБ Опять Все будет зависеть Исключительно от того Кто как нажмет кнопки То есть С БКБ на Гирокоптере Не сказать что И на ИП Намного проще будет драться Если этот Гирокоптер Получит Ну прокаст от Тинни И потеряет пол хп А потом ему воткнут хроносферу И через Дезвард Его убьют Сами понимаете Как бы Что БКБ есть у него Что БКБ нет Это в общем-то По боку Совершенно Вот С другой стороны Если Опять-таки Классно ворвется Сенткинг Отзонят там Какого-нибудь вайда Или он там криво Как-то поставит хроносферу По каким-то причинам То Гирокоптер подрубит БКБ Ему будет наплевать И на Тинни И на Кентавр И на Дизрапшн И на Маледикт Каски И прочее Магическое добро Которое есть У команды Дайера Поэтому БКБ ситуацию Кардинально не меняет В этой игре А вот БКБ Кстати на войдях Ситуацию меняет Кардинально Потому что Ему с Блэкинг Баром Намного проще Поставить хроносферу Чем без него Здесь на него Будет действовать Рубтура Но Как бы Рубтура-рубтурой Таймволк нажал Дамаг не получил БКБ Прожал Хрона поставил Тебя не копнуть Не задизейблить Не поднять Наноси себе Дамаг В удовольствие Что называется Но Тем не менее Какое-то Пространство Для ошибки У Фейслос Вайда Ну Нельзя сказать Что нет Оно все-таки Есть То есть Он может Сначала Получить стана Потом БКБ Нажать Но Оно не такое уж Большое Это пространство Для ошибки Потому что Фактически НИП Могут попытаться Как-то вот Злокдаунить Что называется Фейслос Вайда При помощи Тех способностей Которые у них есть Особенно если Рубик возьмет Какой-то Не знаю Приятный Скилл Тинни Ну ладно С Тосом Наверное Не подбежишь К этому Войду Прям в упор Не скастишь его Ну Какой-то Маледикт Может Маледикт Вроде тоже Длительный Ладно Короче не знаю Пурш может быть Шадоу Демона Или там Кетчер Кетчер Вот Сворует Кетчер Скинет его Войда там Резко убавится ХП Подкоптили Кинез Все И фактически БКБ он поражать Не успеет Но там может ИГМ сыграть Дизрапшном Или Глиммер Кейпом Да То есть На самом-то деле Не все так плохо У Войда Как мне показалось Изначально Я вот пока Это умозаключение Формулировал Забыл вообще Совершенно Что Есть такой персонаж Как Шадоу Демон Причем не просто Шадоу Демон На Шадоу Демон С Глиммер Кейпом Который Вообще легко Может сейвить Симмейтов своих Да Игра Немножечко Затягивается Летят Полезняшки Для Кезу Решил он Дагрейдить Фейзы Что ему дадут Дагрейдить Фейзы Немножко брони Не знаю Мне кажется Сейчас Если ты не стал На лайнинге Фейзы Кентабри Покупать Потом их Грейдить Это Ну зачем Зачем То есть Они там Урона дают Мало Бронить Дают еще Меньше С новым патчем Лучше потратить Эту 1000 золота Купить себе Какой-нибудь Не знаю Виталити Бустер Еще 800 золота Подкопить Дагрейдить Вангуард С щитка Которая у тебя есть Намного больше Профита Получишь И по стойкости И по потенциальному Урону Который ты можешь Нанести при помощи Дабл-Айджа В Тимфайзе Исключительно Из-за того Что ты будешь Дольше жить Да Ну и Больше впитываешь Реталиейтом Из-за Вангуарда Соответственно Тоже больше урона Наносишь Обратно Вот Ну Хозяин Барин Как говорится Вот Видите Как Игроки Дайера Странно Курьера Используют То есть Он долетел До сюда Вернулся Обратно Теперь снова Летит А вот Если бы тут Варды Какие-то были Он полетел Сейчас по вардам Сейчас полетит По миду Смог этот Весь запалит Черт побери Ну Мега Неграмотно На самом деле Курьер Менеджмент У команды Дайер Подцепили Ксиба Ксиба Под Бладрейджем Очень много урона Получает За проказ Забрали Рубика Кунер Вовремя прожимает БКБ Кастует колдауну От колдауна Все просто-напросто Разбежались Где Фейслс Войд Фейслс Войд Лувит Бивера Который только что Выкупился Бивер нажимает Шрайн И рискует Здесь вообще Ничего не сделать Ксиба Готовится Чтобы помочь Тиммейту Там драка Разделилась на двое Забрали Тинни Хроносферу Свою Чарли Еще не использовал Он не знает Что Вартвич Доктор В Хроносфере Теперь не работает Так было Не знаю Года три назад Можно было Вартвич Доктор Просто в Хроно Воткнуть И он стрелял Но сейчас это уже не так Но кажется Это команде Гацент Не помешает Выиграть Этот странный Тимфайт Уже Четыре в ноль Да Они кажется Поменяли Нет Четыре Четыре в один Чесси выкупился Умер И Рубик тоже Выкупился Умер Одно мы знаем точно Драка хорошая Для команды Дайер Они убили Двух Хоров И при этом Потеряли только Одного Сейчас А вот этот Хор такой Универсальный То есть он может На самом деле Законтрить Любого персонажа Доктор Ордер Так Чарли тут С сэншентами Пока разбирается Уже Догрейдил Мьелнер Ну да Надо все таки НИП сейчас Наверное Меньше Как-то Драться И стараться Больше Все таки Пофармить Потому что Без Блэкингвара Блоттикеру Очень тяжело Безусловно Там Есть Хронсфера Которая Тебя может Накрыть Безусловно И Дезвард Который Работает Сквозь БКБ Но Багического урона И всяких Дезейблов Неприятных Их более чем Достаточно И БКБ Позволяет Просто Эти Дезейблы Не получать И перегруппироваться Не получать Урон От того же Самого Дезварда Или не попасть В хроносферу Лишний раз Дезавний раз Вот-вот у Гуннера появится Аганим. Будет чуть-чуть попроще, но после Аганима нужен Сатаник моментально. Где-то вот раздобыть Сатаник моментально, конечно, звучит смешно, но этот Сатаник ему реально нужен. Потикач четвером в лесу. ВД сейчас приедет и будет Смоук. Найдут Гира. Вполне вероятно. А может быть, кого и получше. Прыжок Крона. Без шансов для Владсикера. Можно попробовать выкупиться и подраться. Так и делают ребята. Но там БКБ еще есть у Вайда, не забываем об этом. Он его не торопится нажимать. Пошла атака. Гирокоптер жмет БКБ. Хороший ТОС. Сплиттер. Стампит. Все разбегаются. Ну что, с носом остались, Найпи? Остались с носом. Владсикер выкупился. Руктура по Тине. Кстати, руктура по Тине. Ракета есть. Он делает ТП-аут. Дизрабшин. Неужели не зас... Ой, как не везет. Не дотянулись до Тине. Тине в итоге уходит и выживает. У него ведь не было байбэка после предыдущего тимфайта. Но это очень плохо. Это невероятно плохо для Радиант. Они очень много потеряли сейчас золото. На Блатике для БКБ у него появятся крайне нескоро. Тут еще, возможно, обратные фраги. Юниверса подцепили. Маледикт Стан. Юниверс умрет. Я не убежал. Радиант. Радиант. Юниверс умрет. Юниверс умрет. Я не убежал. Я не убежал. Ну... Пирокоптер молнии себе бахает. Тине с аганимом. С аганимом и с дабл дэмэджем. Снова появится хроносфера. Снова можно будет идти в атаку. К тому моменту Faceless Void дофармит свой... Дофармит свой двадцатый уровень. Таймболк будет достаточно серьезный. Падает на Элдер Титана. Элдер Титан умрет. Прыгает. Void никого не видит пока что. Не, и Найпи все отсюда уходят. Просто-напросто. Можно пойти Рошана забрать. Хроносфера по-прежнему есть. Солдер Крест имеется. Дабл дэмэдж имеется. Аегис можно... Вообще, наверное, лучше Вайду отдать. Но... Void тут и так... Такой... Почти неуязвимый, скажем так. Так, и... Что? Найпи буду драться. Спамят скиллами. Владрайт. Сайленс. Больно неприятно. Но позицию хорошую держит. Хроносфера от Рубика. И... Эпицентр туда. Неужели что-то получится из этого? Так, там пошел... Пошла Рубтура. Гирокоптер БКБ прожать не успевает. Получает очень много урона. Прожимает БКБ только сейчас. Пошел Стампид. Дезвард. Выкупается у нас Шэдоу Демон. Но Блотикеру, кажется, здесь вилы. Блотикер умирает без Байбека. Гирокоптер выкупается. Умирает еще и Рубик. 90 секунд без Тини. Сэндкинг с Байбеком. Здесь будет, похоже, битва до последней капли крови. Неужели отдадут этого Рошана? Неужели Гацент отдадут сейчас этого Рошана? У него очень мало ХП. У Вичдоктора нет маны. Шрайн недоступен. Но очень боятся и... Найпи. Нажимают Смоук. Заходят в Рошпит. Сэндкинг без Эпицентра с Вейлом. Начинает Рошана бить. Там 2000 ХП остается у Рошана. 1500. Кентавр прыгает. Станет. Выкупается Рубик. Где же ты был, Рубик? Почему ты не выкупился? Тебе же нужно было здесь быть раньше. Возможно, удалось бы убить Кентавра. Но, кажется, Кентавр и так умрет. Кентавр умирает. Аегис убивает Рэддианта Рошана. И забирает Аегис. У нас Гундер. Погибает еще Войт. Боже, что Найпи сделали только что? Ксибы также отправляются в таверну. Оооо, как они это сделали? Я вообще не представляю. Ума не приложу, как они вообще это сделали. Либо Дайр были попросту не готовы к этому. Ну, либо и Найпи Гений. Я не знаю. Я не знаю. Просто что-то с чем-то они сотворили сейчас. Ситуацию, в которой они уже 99% бы как проиграли, если бы они отдали этого Рошана. То есть у них Гирокоптер выкупился. Блотикер до этого выкупался. Сейчас у него байбэка нет. Очень много золота он потерял. Никак не может свои вещи дофармить. Отдали бы Рошана. Проиграли бы Драку. Отдали бы Аегис. Отдали бы все внешние вышки. После этого выиграть игру, в принципе, было бы практически нереально. Практически нереально. Но из-за вот этого вот переворота, сейчас ситуация на карте меняется кардинально. Аегис у Гира, и он его причем не потерял, что самое важное. То есть он может просто на мужика сейчас идти вперед и... Собственно, просто пушить строение с Аганимом, который у него есть. Вот, и не боятся, что в него поставят хроносферу, и, собственно, он склеится моментально. Нет, у него как раз будет Аегис. Он сейчас еще и Сатаник добьет. Быстренько с Аганимом разрушают Т2-вышку. Хроносфера появляется у Фейслос Войда, но он купил себе Демон Эдж для того, чтобы пробивать... Для того, чтобы пробивать что хочет он МКБ? Что он хочет? Просто больше урона наносить или потенциальную бабочку, какую-то контрить, которая может появиться? Да, там есть Миссы Радианса, но я не уверен, что это прям такая большая помеха, учитывая, что у Войда есть Блэкинг Бар. Откровенно говоря, странно. Да, там у Сент-Кинга на 25-м уровне будет талант на ослепление с Сент-Шторма. Однако до этого 25-го левела Сент-Кингу еще надо дожить. Это будет очень нескоро. Эпицентр, Рубтура. Все в Кентавра. Кентавр получает Disruption. Спит пока. Есть у него Стампид, но убегать очень сложно. Стампид, кажется, ворует Рубик. Кентавр получает ракету, умирает. Байбэк есть. 70 секунд. Рубик своровал очень крутую способность. Сейчас при помощи нее можно... разбежаться от Хроносферы и, допустим, Войд поставить не в двух, не в трех героев, а, допустим, в одного только персонажа. Инстаграмм. Войд Guichэл. Продолжение следует... 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 Таким драфтом так сильно ошибались... В мидгейме... У них достаточно... Мидориентированный пик... На мой взгляд... Но... В конце концов... Они вырулили... Кое-как... Так... Давайте-ка посмотрим... Что там у нас по... По таблице... Она, скорее всего, еще не обновилась... Да... Она еще не обновилась... NIP сейчас... Выигрывают со счетом 2-0... И... Занимают вторую строчку... В таблице... Наравне с Альянс... У них... Становится 5 очков... И у Альянс становится 5 очков... У команды... Отфином... 4 очка... У Гацент... 3 очка... У... 6-8-3... 1 очко... То есть... Даже если сейчас... Команда... 6-8-3... Отжимает 2 карты у Альянс... Никаких переигровок... За третье место не будет... Все... Тут как бы стабильно... Отфином... Получают слот на минор... Альянс и NIP... Выходят... В плей-офф... Групповой стадии... МДЛ Чингду Мейджора... То есть... Следующая встреча... Это исключительно формальность... Посмотрим... Может быть... 6-8-3... Вообще откажутся играть... Я точно не знаю... Такое частенько происходит... У нас на квалификациях... Ждем решения админов... Или там... Я не знаю... Есть ли такой запрос или нет... Но если игра будет... То мы, естественно, посмотрим... Если игры не будет... То нам придется распрощаться... Вот... Поэтому уходим пока на небольшую паузу... Нет... Все-таки игра будет... Вот лобби уже сделали... Я вижу... Админ... Дал пароль... Ну, тогда посмотрим... За противостоянием Альянса... Команды 6-8-3... Друзья... Последняя игра на сегодня... Стартанет в ближайшие 15 минут... Субтитры создавал DimaTorzok...